Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы – осторожная микроспория. И у нас в студии замечательный доктор, дерматовенеролог, Ульяновского областного кожного нейрологического диспансера Елена Владимировна Шуюкова. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена Владимировна, давайте начнем с того, что вообще, что такое диагноз микроспория? Микроспория – это грибковое поражение кожи. Чаще всего микроспорий заболевает детки. А почему именно такой акцент вы сделаете на детей? То есть, получается, и взрослые дети болеют, но дети чаще? Дети чаще и легче заражаются, и лечитесь немножко подольше и посложнее, потому что у них особенный иммунитет на коже. Во-первых, мало очень защитных факторов, ферментов, специальных веществ, которые препятствуют, обеззараживают любой микроб, гриб, который попадает на кожу. У взрослых уже другая ситуация, там немножечко другой иммунитет, поэтому их проще лечить, и болеют они реже. Давайте расскажем, чем проявляется сама микроспория. Прямо простым таким языком, на что нужно обратить человеку внимание, чтобы он сказал, да, вот у меня микроспория, пойду-ка я к дерматологу, да? Ну, в первую очередь всегда обращают внимание бабушки, мамы. Ну, то есть, близкие родственники, окружение. Появляется круглое пятнышко на коже с венчиком красноты вокруг. Многие уже знают и сразу берут к нам. Зудом? Редко. При микроспории зуд редок. То есть, чисто визуально, вот они увидели на коже какое-то образование. Единичные чаще всего. Множественные микроспории – это когда ребеночек уже долго болеет и не получает медицинскую помощь. Ну, до этого доводить, я думаю, не надо, да? Нет, конечно. То есть, как только появился какой-то очаг, сразу нужно идти к дерматологу, да? Конечно. Илья Владимировна, а почему именно вот сейчас идет мечник, да, вот именно профилактики микроспории? Почему именно вот осенью? Почему вот ближе к осени? Да, он проводится осенью, именно когда детки возвращаются в организованные коллективы. После летнего отдыха у бабушек, у дедушек, где они тискали котяток, щенят, животных. А вот в чем источник получается? Да, это источник заражения грибковой этой инфекцией. Поэтому именно вот осенью, да? Да. Илья Владимировна, ну, я знаю, что вы тоже этим зданием вооружены, да? Какова статистика заболеваемости микроспории, ну, скажем так, в Ульяновской области? И, может быть, сравнение с другими регионами, может, и есть у вас какие-то данные? Ну, сравнение с другими регионами я не могу сказать, но знаю, что в Ульяновской области всегда всплеск заболеваемости идет в летние месяцы и осенью. Осенью, во-первых, благодаря нашему месячнику борьбы за разными кожными заболеваниями выявляется очень много деток. У нас прям по статистике очень много случаев получается в сентябре, в октябре. Ну, я не думаю, что отличается от других регионов. Я думаю, да. Но насколько высокий пик заболеваемости, вот именно, вот вы сказали, осенью, да? Да. Ну, например, если июнь, июль, август в среднем заболевает где-то 25-23 ребенка в месяц. На весь, на всю область, то есть по обращениям. Да, то резко сентябрь, октябрь, это может быть и 115, и 118, но это зарегистрированных леченых случаев, которые в нашем учреждении. А многие же самолечением занимаются. Илья Владимировна, ну вот давайте все-таки расскажем, вот сама микроспория, как она протекает. Ну, вы сказали уже, да, это появляется на коже какой-то очаг. Но сама клиника, вот в чем она? Может это быть там температура, какие-то еще симптомы там? Вот субъективных ощущений никогда нет. Совсем? Нет. Появляется пятнышко, которое сначала маленькое, потом растет по периферии. Если вовремя не заметить это пятно и не лечить ребенка, очагов микроспории становится много. Микроспория может поражать как гладкую кожу, так и волосистую часть головы. Волосистая часть головы лечится намного сложнее и дольше, вследствие того, что там волос. У девочек это доставляет большие сложности в том плане, что волосы, как им сбривать? Многие мамы отказываются сбривать косы. А наносить наружную мазевую терапию в места, где волосы, затруднительно. И поэтому санация идет долго. Владимир, вы уже сказали, что это чревато множествами. Если запустить, то это может множественный характер иметь. Давайте все-таки, может быть, немножко напугаем телезрителей. Потому что, может, некоторые думают, ну и ладно, появилось, самолечение каким-то, помажем, я не знаю, какими-то средствами, в аптеке подскажут и все. Давайте прямо скажем, чем чревато и почему именно нужно к дерматологу идти. Хорошо, Павел Сергеевич, я сразу скажу. Во-первых, уважаемые бабушки, мамы, не надо говорить, что у нас дома кошка и она не заразна. Во-первых, споры гриба, микроспории могут сохраняться в почве жизнеспособность свою до 7 лет, а на шерсти животного до 15. Соответственно, делайте выводы. Споры гриба принесены были с обувью домой. Ваша кошка прошлась по коридору, споры гриба попали ей на шерсть. Пожалуйста, вам источник микроспории. И следом может, как бы, она может быть носителем этого гриба, а ребенок заболеть. Потому что споры попадают, например, с шерсти кошки на ребенку, на кожу, получается благоприятные условия, она прорастает, вызывает заболевание. А вот сама микроспория, вот, ну, сейчас я уже так понял, что и наши зрители, я думаю, поняли, что это все-таки так контактно, да, идет заражение. Всегда контактно, бытовым путем. Контактно, бытовым путем. Значит, получается, что она опасна для тех, кто вот в семье, да, то есть для родственников? Конечно, однозначно. Но вы же сказали, что вроде как дети чаще болеют. Чаще болеют. Взрослым тоже может перейти? Может, если в близком контакте с ребенком. Ребенок больной в микроспории, если долго не замечает, с этого очага же споры гриба сыпятся везде по дому. На диван, где сидит вся семья, на ковры, паласы, стулья, кресла. Взрослый, например, лето, жара, вспотел, сел, прислонился, дома же мы не всегда ходим. Бывает голый торс, ноги в шортах. Сел, пожалуйста, влажная, потная кожа, сниженный паш, там, переболел только недавно урви, иммунитет снижен. И у взрослого, пожалуйста, очаг микроспории. А вот сама микроспория, она, давайте, скажем, ну, мы уже подошли, давайте, к лечению, да? Но только это не должно означать, что нужно, вот то, что мы сейчас скажем, лечить в домашних условиях. Ну, хотя бы какие-то вот азы. Ну, я понимаю, что там лечение комплексное, да? И обязательно должно быть индивидуальное, да? И в каждом случае это все подход такой свой, да? Серьезно, достаточно однообразное лечение, если честно, микроспории. Оно давно-давно и запретено. Это йод и серно-дегтярная мазь. Сами можно это самолечением заниматься? Нет. Все-таки лучше обратиться к дерматологу? Во-первых, особенности есть лечением. Чем чего-то самолечением? Прямо сразу скажите. Что можно... Микроспория не кончится никогда. И в семье будет бесконечно. Только заметят у ребенка в школе или в садике это пятно, он отстраняется от посещения организованного детского коллектива на то время, пока он не излечится. А что такое излечение от микроспории? Это три отрицательных соскоба на грибы. То есть в любом случае специалисты не избежать? Конечно. Если эту справку не предоставит ребенок в организованный детский коллектив, таким образом он много пропустит. В школе это программа школьная. Понятно. Но все-таки лечение, вы сказали, оно такое базовое. Но какие-то еще способы лечения используются? Сейчас, может быть, более современные еще какие-то добавляются. То есть вот такое, простое это, да? Йод, мазь. Да, еще такой аспект. При множественных очагах микроспории мы назначаем таблетки внутрь. Они тоже такие уже достаточно известные, гризиофульвин, рассчитываются по массе тела ребенка. Причем при микроспории гладкой кожи пьется одно количество дней, при микроспории волосец части головы – другое количество дней. И потом берутся контрольные соскоба. Опять же нужно специалист получать, потому что он рассчитает, он все индивидуально. Там индекс массы тела ребенка и так далее, и так далее. То есть это должно быть... Ну, давайте еще тогда вот, я хочу, чтобы вы рассказали, Елена Владимировна, про Мещник борьбы с... Именно так он называется, да? Да, Мещник борьбы с заразными кожными заболеваниями. Прямо так называется, Мещник борьбы с заразными кожными заболеваниями. Ну, расскажите вообще, я знаю, что у вас есть план, там, да, все это по пунктам, все это расписано. Ну, хотя бы такие основные азы, что будет происходить в этот Мещник? За каждым врачом закреплена определенная школа. Врач вместе с медсестрой приходит в эту школу и проходит по всем классам. И смотрит деток на наличие вшивости и микроспории. Выявляем, естественно, направляем к себе в областной кожи вен, где мы обследуем, ставим диагноз, соответственно, назначаем лечение. Ну, то есть, получается, идет осмотр, да, ребятишек? А какой-то вот, ну, наша программа тому подтверждения, да, мы уже с вами, получается, несем такую профилактическую, да, профилактическое направление, рассказываем, что это такое и как с этим бороться. Ну, помимо этого, вы же еще тоже какие-то лекции, какие-то методические такие рекомендации, все-таки рассказываете. Да, и лекции, естественно, мы лекции тоже по профилактике заразных кожных заболеваний. Предприятие организации куда-то выходите? Ну, мы чаще школы-садики. Школы? Да. Вот 2-го числа будет единый урок здоровья, тоже наш врач пойдет в школу, расскажет в рамках этой программы, как бы. Ну, хорошо, то есть, у вас получается, вот, ну, я знаю, что ваш диспансер, корзомидеологический, да, всегда очень высокая доступность к специалистам, да, я знаю, что вы даже по субботам работаете, да. К нам можно обращаться без направления от доктора по месту жительства. В этом, конечно, большой плюс, и прямо такое уважение всегда, вот, потому что всякие ситуации бывают, и пациент спрашивает, а меня там примут? И всегда говоришь, все, с собой только полис и паспорт. Согласна. Вот, и поэтому, и у вас всегда доброжелательная такая обстановка, всегда принимают специалисты, вы за этим всегда следите, да, чтобы диантология соблюдалась, да, и этика, диантология, то есть, и я знаю, что пациенты очень довольны всегда этим обращением. То есть, я знаю, что сейчас, в принципе, в каждой припеньке есть, да, и в каждой больнице район есть дерматолог, и они вами тоже курируются, да, и все это, как бы, совместно все это делается. Но, в принципе, кожный вирологический диспансер тоже всегда дверь открыта, да, и можно прийти и обследоваться. Ну, может быть, назовем тогда какие-то телефоны у вас еще, может быть, дальше? Телефон нашей регистратуры 44-36-64. Пожалуйста, звоните в любое время. Также у нас доступна запись через интернет, электронная запись. Владимир, ну, я знаю, что у вас уже большой опыт, да, диантологический. Может быть, какие-то интересные случаи были именно по микроспории? Может быть, какая-то запущенность была в случае там, или вот долго не обращались, или наоборот, вот прям обратились и сразу прям вылечились? Ну, вот хочется такое, чтобы наглядное такое. Наглядный был случай. У нас была семья, где двое деток, и у мальчика обнаружилось микроспория. Родители отказались. Я сразу предложила госпитализироваться стационарно, потому что было два очага. В итоге у мальчика появилось больше очагов. Родители не смогли исправиться, и младший ребенок, двухлетняя девочка, заразилась тоже. И вот сейчас они месяц промочились, пролечились, потому что это сложно соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия дома. Это надо все обрабатывать бесконечно и у детей, и вокруг, в квартире. Сложно мамам особенно, кто работает, вот это все делать. Плюс особенность детей, не всегда они хотят соблюдать те рекомендации, что им дают. Йод жжет или еще что-то. И вот такую семью, целую семью, мама, дочка, сынок, мы госпитализировали в наш стационар для лечения. Елена Владимировна, а вот есть ли такое понятие, как диспансерное наблюдение пациентов, ребятишек, которые перенесли микроспорию? Или оно не требует уже? Вы знаете, вот мы после получения третьего отрицательного соскоба рекомендуем ребенку, родителям привезти ребенка через две недели. Для чего? Потому что иногда, если все-таки на коже вот эта особенность иммунитета, благоприятного для грибка, для роста грибковой флоры, если дома не тщательно мама что-то обработала, где-то спора попала с дивана, с чего-то, у ребенка может возобновиться процесс. Через две недели мы просим прийти, мы повторно назначаем соскобчик контрольный, он отрицательный, и ребеночек отпускается. Все, здоров. Хорошо. Но вот, Елена Владимировна, сейчас заикнулась о том, что иногда прибегает даже к стационарным лечению. В каких это случаях бывает? И часто ли вообще это происходит? Множественные очаги. Бывает очень сложно справиться. То есть она такая генерализованная форма, она так и называется? Или как она называется? Она бывает генерализованной формы, а бывает один очаг. Мажут, мажут, родители обрабатывают все дома, но никак, эффекта нет. Приходят уже после лечения, берем контрольные соскобы, они радуются. Первый отрицательный, второй отрицательный, а третий раз и положительный. Ребенок не выпускается ни в школу, ни в садик. Конечно, для родителей это определенные сложности. А у нас есть таз лечения, можно ребеночка положить, он там будет пролечен, родитель может выйти на работу. Также мы предоставляем, пожалуйста, ложитесь вместе с детьми, пожалуйста, за ними ухаживайте. Много очагов, это тоже показания госпитализации в нашем отделении. Потому что с множественными очагами справиться очень сложно. Представьте количество спор, которые сыпятся вокруг в квартире, и как это все обрабатывать у ребенка. Ну, не представляю. Ну, то есть иногда бывает так, что действительно без стационара не обойтись. Бывает такое. Владимир, ну вот микроспорея это относится к заразным заболеваниям, да? Кожные, заразные заболевания. Давайте все-таки, я понимаю, что у нас тема микроспорея, да, но все-таки пользуясь случаем, да, все-таки какие еще, вот вы поставили бы в одну цепочку, да, по вот контагиозности, да, по каким-то осложнениям, да, чтобы люди действительно поняли, что не нужно заниматься самолечением, нужно немедленно обращаться к дерматологам и действительно получать такое комплексное лечение. Какие бы вы еще вот в один ряд поставили бы такие кожные, заразные заболевания? Чесотка. Ну, она хоть сейчас и редко, но редко, но бывает у детей. Во-первых, почему? Болеют не только, как принято думать, такие неблагополучные контингенты, то есть люди без особого места жительства, пьющие люди. Ездим мы сейчас, путешествуем, лагеря, поезда, хоть это все и обрабатывается, но люди разные бывают везде. Потом санатории, профилактории, торбазы, чесотка распространена повсеместно, и не всегда свяжешь как бы заражение с давнишней, и люди принимают каждый день душ, ванну, есть понятие чесотка чистоплотных, когда ты чуть-чуть чешешься. Как он называется? Да, у нас есть прям так выделена форма. То есть они моются, и вроде клиника-то стерта, доктору трудно поставить диагноз, а это чесотка. То есть потом эти спортивные сборы, это же всегда скопление людей, это всегда много, это близкие контакты, это занятие на матах, вот эти же соревнования, которые не всегда тщательным образом обрабатываются. В микроспореи чесотка всегда встречается, плюс еще вшивость. Но вшивость, как бы, обычно, да, педикулез. Родители справляются сами, сейчас благо шампуни очень много. То есть родителям нужно все-таки обращать внимание, как-то наблюдать за... Конечно, смотреть всегда ребенка. Приехал из лагеря, посмотрели голубь, посмотрели... Сами, самостоятельно даже можно посмотреть. Увидели что-то подозрительное, ну, бегите в кожу вен. Ну, Елена Владимировна, вообще вот эти кожные заболевания, да, на самом деле, это же, вот, я так понял, что нужно самое главное, да, все-таки, соблюдая все, ну, правильно, правила гиены, там, да, личные и все такое прочее, да, тем не менее нужно смотреть на свои кожные покровы. То есть всегда смотреть, не появилось ли что-то на коже, да? Согласна с вами, да. То есть такой самоконтроль, да? Конечно. И если что-то появилось на коже, да, непонятное, не нужно ждать, да, в конце концов, это, в принципе, сейчас доступность очень высокая, да, пожалуйста, дерматологу, да, может попасть день в день, да? Конечно. Вот, и поэтому не нужно с этим тянуть. И самое главное, не слушать, как говорится, какие-то там сарафанные радио, да? И самолечением не заниматься. Да, самолечением не заниматься, да, ни в коем случае. Хотя, конечно, там человек может подсказать что-то, да, потому что сам, например, прилечился, но лучше этого не делать. Павел Сергеевич, иногда жгут газету, и жженые газеты мажут очки микроспорит. Да, это народный метод, оказывается. И что-то не проходит, и приходят, и удивляются, почему нас не прошло. Ну, я тогда еще раз убеждаю, что наша программа сегодня очень полезная, да, и очень такая в доступной форме. Я думаю, телезрители самолан поняли, что нужно следить за своими кожными покровами. И ведь не зря говорят, да, что кожа – это такой барьер, правильно? То есть, простыми словами говорить, барьер, да, который должен всегда содержаться в чистоте, да, и должен всегда в такой форме, здоровой форме, да, быть. Да, согласен. Поэтому тогда, как говорится, в нас ничего не появится. Не поселится, да, на нас ничего не появится. Никакими кробы в нас не попадут, да. Да. Ну, спасибо большое, Елена Владимировна. Ну, и в завершении нашей программы уже по традиции, может, какие-то такие добрые пожелания нашим телезрителям, а дерматологам. Уважаемые бабушки, дедушки, мамы, папы, не разрешайте ребятам, детишкам своим играть с уличными бродячими животными. Своих животных своевременно вакцинируйте. Есть специальная вакцина от микроспории ветеринарная. Пожалуйста, ежегодно, один раз в год. Этим вы обезопасите от появления данного заболевания в своей семье. Спасибо большое, Елена Владимировна. Спасибо большое. Такой очень хороший разговор. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова